Будайский фуникулёр Шикла Перепад высот между нижней и верхней станцией составляет всего 48 метров, длина пути фуникулёра – 95 метров. В связи с тем, что подъём небольшой, у фуникулёра имеется всего два вагончика. У вагончиков есть свои имена. Первый называется Геллерд в честь святого Геллерда, просветителя Венгрии. Второй вагончик – Маргет, названный именем дочери короля Венгрии Белой Четвёртого. Будайский фуникулёр был открыт 2 мая 1870 года. Вагоны приводились в движение паровым двигателем, расположенным на нижней станции, и висели на канате, проходящем через поворотный диск верхней станции. До 1928 года будайский фуникулёр был единственным видом транспорта, поднимавшим людей на Будайский холм. Это был третий в мире запущенный фуникулёр. Поперёк пути фуникулёра перекинуто два мостика. На них можно попасть, если подниматься на Будайский холм пешком. Во время Второй мировой войны будайский фуникулёр был сильно разрушен, реконструирован лишь в 1986 году. Сегодняшние деревянные вагоны являются копиями оригиналов, но двигаются уже по рельсам с помощью электричества. Фуникулёр Шикла поднимет вас на вершину Будайского холма, на площадь Святого Георгия. Верхняя станция фуникулёра Шикла расположена буквально в нескольких шагах от дворца Шандера, построенного в 1806 году для графа Шандера. Сейчас этот дворец является официальной резиденцией президента Республики Венгрии, поэтому здесь стоит почётный караул. Здесь же находится бронзовая скульптура мифической птицы Турул, предсказывающей важнейшие события в истории венгерского народа. Отсюда вы пройдёте к замку Будда. С высоты Будайского холма открываются потрясающие виды на реку Дунай, мост Сеченьи, дворец парламента и весь великолепный город Будапешт. Полюбоваться красотой этого города вы сможете, посмотрев другое моё видео «Река Дунай в Будапеште». Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»!